Моя любовь, поток души, ума холодного стремления, И праздник сердца, нот в тиши, и радость вместе с Упоеми. Эти строки принадлежат одарённому и талантливому человеку. Её стихи, проза лаконична, изящна, проста и виртуозна. Сегодня читальный зал в городской центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина представляет выставку известной поэтессы и художницы Людмилы Малецкой. Первое стихотворение Людмила Малецкая написала ещё в 15 лет, и с тех пор темы для новых произведений ей подсказывала сама жизнь. Психолог по образованию в душе она оставалась поэтом. Стихи о природе, любви, стихи о своём духовном развитии и Боге постоянно рождались в её душе. И однажды возникло желание поделиться своим творчеством с другими людьми. Потребность быть услышанной привела молодого автора в книжное издательство. Так увидела свет первая книга. А за ней начали появляться и другие, в прозе и с иллюстрациями самой писательницы. «Знание Многорика. Книга книги рознь». С этой точки зрения все книги хороши, если не вовремя и впоры. Я думаю, что в наш век такой всеобщей компьютеризации чтение по-прежнему остаётся очень увлекательным и полезным занятием. На данной выставке, на моей, представлены мои книги. В основном это поэзия, но также и короткая увлекательная проза. Некоторые книги в творчестве Людмилы Малецкой автобиографичны. Так, например, сборник «Письмо из Парижа» она посвятила мужчине из Франции, романтические и возвышенные отношения с которым описала на страницах своей книги. Я написала в газету французскую, дала своё объявление о том, что я ищу себе мужа, мужчину. И мне пришло очень много писем из Франции. И мне трудно было выбрать какое-то письмо, которое мне бы понравилось, потому что все они были примерно одинаковые по своему звучанию, по своей тональности. Но одно письмо обратило моё внимание. Это вот такая открыточка. С обратной стороны на английском языке было написано о себе. «Письмо из Парижа» — это книга о моих отношениях, романтических отношениях с французским архитектором, с парижанином. Мужчина, который старше меня 13 лет. Мы с ним общались очень долго в письмах на французском, английском и русском языках. Так как Людмила владеет несколькими иностранными языками, среди её произведений есть и такие, которые переведены на английский. В том числе книга «Песен». В ней содержатся не просто стихи, а готовые тексты к песням. А её выход связан с давней мечтой писательницы. Какая у вас есть мечта? Записать свой студийный альбом «Песен». То есть вы ещё и поёте, да? Ну, у меня есть книга, вот эта вот книга. Я покажу вам её, покажу зрителям. Книга «Песен». Она очень интересна будет композитором, интересна будет певцам, потому что можно взять альбом, можно взять песню, можно взять что-то конкретное, написать музыку на неё, спеть, записать альбом. То есть очень здорово, очень интересно. А существует хоть одна песня? Может быть, его... Ну, я пою, то есть я пою просто для себя, сама, со своей же мелодией, со своими же словами. Потребность что-то творить, будь то стихи, прозы или картины, это высшая степень самовыражения человека. И если есть потребность делиться с другими своим творчеством, то надо это делать и протягивать невидимую нить, которая объединяет людей, независимо от пола и возраста, профессии и национальности.